А ты ее простил? Ну, она меня нет, я ее нет. У детей нет полутонов. Вот так просто Коля говорит о маме и добавляет. Добрая она была чуть-чуть, до школы. А когда начались домашние задания, мама часто стала недовольна сыном. Била ремнем, волосы вытирала и давила пальцами на глаза. Вот так вот нога лежала, и она двумя ногами на ней это стояло. А зачем она это делала? Ну, она так делала, чтобы я лучше делала уроки, потому что я их неправильно сделала и долго делала. Так мама сломала Коле ногу. Последствия закрытого перелома до сих пор дают знать о себе хромотой. Но тогда внимание учительницы мальчика привлекли синяки на его шее. Коля был первым, кого забрали врачи. Ребенку сняли гипс, и мы начали интересоваться активно у опеки, какие у них дальнейшие планы на этого ребенка. У нас появились сотрудники детского дома, сказали, что они его будут забирать к себе, чтобы мы готовили документы, какие им нужны. И тем же днем вечером в пять часов раздался звонок из опеки, и сотрудница опеки сказала, что им нужно срочно предоставить шесть мест для размещения детей из этой же семьи. Домой не рветесь, не скучаете? Нет. Другой маме хоть надо. Больницы подтверждают, дети чувствуют себя комфортно и отличаются особой аккуратностью и дисциплиной. Сестры Оля и Карина рассказывают, маму вводила из себя любое нарушение порядка и медлительность. В уроках, в уборке, в наказании приседали, получали пощечины и не только. Мы сидели, играли в гостиной, он что-то сказал, она его взяла за шею и начала к стенке сожлость его давить. Откуда синяки у 13-летней Вали теперь тоже выясняют. На специальной комиссии их обнаружили уже сотрудники опеки. Девочка жила в приемной семье дольше всех четыре года. Все это время о родительских мерах наказания как будто никто не знал. Как говорят в поселке, семью они видели не часто и в основном летом во время работы. Так, за этот сезон, рассказывают жители, семья облагородила территорию. Они срубили старые деревья, навели порядок во дворе, вот заменили крышу, отмечают, работают все вместе, включая детей. В Заринский поселок семья переехала почти год назад. Но хозяйка дома с ближайшими соседями почему-то даже не знакома. Она команда. Как зовут? Понятия не имею, не познакомился. Молодая, боевая, вот вообще никак. По деревне она не ходила, не общалась. Работяши все, вон там столбы таскала, закапывала, ставила. Где работает женщина и работает ли – тоже вопрос. С прежнего места отдела народного образования она уволилась. Всего в семье, подчеркнем еще раз, семь детей, трех до шестнадцати лет. Все приемные. Летом за их состоянием тщательно следили районные органы опеки, когда принимали дела от городских коллег. И заверяют – ничего подозрительного не читали и не видели. Условия удовлетворительные. Площадь жилья – 260 квадратных метров. Ремонт, дети ухожены. Детей есть все необходимое. Поэтому при постановке на учет вопросов по проживанию, по обслуживанию у нас никаких не возникло. Теперь ответственность органов профилактики установят правоохранители. Расследование взято под контроль краевых следователей. Мать детей под стражей. Ее обвиняют по трем статьям, в том числе за насилие. Вот только прежде суда юридического она уже попала под суд общественный. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.